Приветствую вас. Основная проблема, которая вытекает из зависимости, да, это проблема не свобода. Проблема непринадлежности самому себе и проблема невозможности сделать выбор. То есть, если человек от чего-либо зависим, то он не может сделать выбор. Он не может сознательно делать выбор, он не может двигаться в этом направлении, в направлении выбора моего. То есть, он как бы привязан постоянно к какому-то вот действию, да, от которого он зависит. И он не может другой выбор сделать, он не может другой аспект реализовать свой. Вот. Это, пожалуй, вот то, что касается проблемы в зависимости. Поэтому в этом случае человек начинает испытывать деструктивное влияние на себя самого. Человек начинает чувствовать негатив, человек начинает чувствовать, вот как вы говорите, бессмысленность, да, и так далее. По какой причине возникает подобное чувство, подобное переживание, да, почему? Ведь, эээ, например, в видеоиграх, эээ, сами по себе, да, ничего плохого нет. Именно сами по себе. Но они занимают определенное место в жизни человека. Они играют определенную роль в жизни человека. И если эта роль становится больше, если эта роль становится шире, то подобное, эээ, подобное должно быть чем-то обусловленным. Например, если вы больше играете в игры, да, допустим, то имеет смысл посмотреть в сторону киберспорта, да, то есть чтобы вы реализовывались там. И тогда это не будет бессмысленным. Тогда это будет, наоборот, обусловленным. Обусловленным тем, что вы делаете. Понимаете? Ну и, как сказал вам мой коллега, это не должно влиять на другие сферы жизни. Например, на сферу личную, на сферу социальную, на сферу рабочую и так далее. То есть если вы играете просто там пару часиков после работы или учебы, это нормально. А если вы играете уже больше, то здесь нужно понимать, что желания, которые у вас есть, да, которые, собственно, и стимулируют зависимость. Желания или запреты, вот, которые стимулируют зависимость, они ведут вас по пути неудовлетворенности. То есть не думать об этом, да, и не загоняться мыслями, вы, конечно, можете. Но неудовлетворенность ваша, она будет расти. Она будет растить, и она будет шириться. И со временем вы просто-напросто не сможете не обращать на нее внимание, на зависимость свою. То есть она начнет слишком сильно вторгаться в вашу жизнь. И тогда уже понадобится, вероятно, помощь врачей. Тогда, возможно, понадобится госпитализация, вот, чтобы до этого не доводить, да. Я думаю, что имеет смысл работать с зависимостью сейчас. То есть, знаете, играть в свое удовольствие, вот сколько хочется, это можно. Но ведь зависимый человек, он не получает удовольствие от того, что делал. Зависимый человек, он ведь играет уже, когда не хочет. Ну, или что-то еще делает, когда не хочет. И от этого возникает основной конфликт. В этом конфликт. Понимаете? А не в том, что вы написали. То, что вы написали, это немножко другое. Это... В данном случае звучит немного схоластично. Я бы сказал. Так. Так. Вот. Ну, на этом, я думаю, все. На этом можно закончить. А... Сейчас... Значит так. Вот вы пишите, что, по сути, свое бессмысленное отборство времени. Нет, не бессмысленно, если это приносит удовольствие. Если вы получаете от этого удовольствие, удовлетворение, наслаждение, то нет. Почему? Это не бессмысленное. Вот. Но... Уделять играм, например, не напролет, да, это... Означает действовать в ущерб чему-то другому. То есть, у вас же, как у любого человека, да, есть свои, там, друзья, родные, близкие, там, обязанности какие-то, да. Вот. И все это нужно делать. Вот. Ну, в игре тоже нужно играть. Особенно, если вам нравится, там, какая-то концепция, да, там. Вообще, лучше всего игры воспринимать как книги. То есть, вот, прочитал книгу, да, получил какой-то опыт и закрыл ее. А не современные, не современные онлайн игры, где все завязано чисто на геймплее. Вот. Ну, это мое мнение. С точки зрения, с точки зрения психологии, да, Прекратить и крепиться в данном случае не поможет. Понимаете? То есть... Ну, прекратить вы, может быть, и сможете, если у вас сила воли большая, да, прекратить вы сможете. Но все равно будет тянуть вас, и вы сорветесь, и если вы сорветесь, то, скорее всего, играть вы будете еще больше. Знаете? То есть, без работы над собой, да, без понимания того, какие у вас проблемы есть, какие внутренние конфликты загоняют вас в игру, от чего вы бежите в игру, ну, грубо говоря. Да. Вот. Без понимания этого, ну, вряд ли, вряд ли, вряд ли что-то получится, вряд ли имеет смысл сдерживаться. Да. Вот. То есть, лучше не сдерживаться, в прямом смысле слова, а лучше искать, искать, как бы, ну, значит, искать, ну, на замену. Вот. Вот. Понимаете? Вот. То есть, нужно, ну, нужно смотреть, что вам нравится. Вот. Понимаете? Они, 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 они просто крепится. Само по себе это ничего не даст. Вот. Так что, относитесь к себе с работой, относитесь к себе с пониманием. Вот. И, собственно, я рекомендую вам работу с психологом на эту тему, потому что зависимость это серьезно. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.